Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Дмитрий. Сегодня я вам расскажу о бензиновом опрыскивателе Stihl SR430. Конечно, первое, что бросается в глаза – его габариты. Его вес составляет 12-200 кг. Спасает только то, что он одевается как ранец. Но обо всем по порядку. Для начала о его оснащении. Первое. Антивибрационная система очень эффективно разгружает мышцы спины. Резиновый буфер уменьшает вибрации на спину, создаваемые двигателем. Большое. Нет, просто огромное заливное отверстие бака на 14 литров. Многофункциональная рукоятка. В нее встроены все органы управления процессом распыления. Двухтактный двигатель. Принцип работы на смеси бензина и масла. И мощностью 3,9 лошадьевых силы двигатель. Как его завести, мне, честно, рассказывать лень. Потому что это долго и занудно. В комплекте есть подробная инструкция с картинками. Там все написано. Почитайте, изучите. Я лучше расскажу вам о его преимуществах. Самый главный плюс – это скорость обработки. И, соответственно, объемы. Площадь обрабатываемой поверхности – 14,5 метров в горизонтальной плоскости. Как я уже говорил, все органы управления находятся на рукоятке. Это ручка регулировки мощности. Она также останавливает двигатель курок. Клапан подачи и остановки жидкости. И вентиль для настройки облака распыления от самого маленького до большого. Всего 6 позиций. Также у него есть три насадки. Первая – для распыления конусом. Вторая – она распыляет либо вверх, либо вниз, чтобы не поднимать трубу и не опускать ее. И третья – для распыления в разные стороны. Ну, в зависимости от того, как вы ее повернете, она также может быть и вверх, и вниз сразу. Не обошлось и без отрицательных моментов. Это, конечно же, его габариты и немаленький вес. А вместе с раствором он будет весить в два раза больше. А напомним, весит он 12 килограмм 200 грамм. Так что мой вам совет. Или одевайте его с помощью напарника, или если его нету, то с какой-нибудь высокой поверхностью. И главный его минус, который, скорее всего, будет волновать всех – какова же цена этого аппарата. Да, цена немаленькая – почти 40 тысяч рублей. Но он себя оправдывает. К минусам я бы еще и отнес трубу. Точнее сказать, после окончания работы вы либо несете ее в руке, либо она болтается сбоку и в ногах, может быть, даже по земле, если рост человека небольшой. Еще один минус, который я отметил. Если вы работаете один, то после того, как бак опустел, вам придется его снова снять. Я бы еще советовал заглушить. Нужно налить жидкость, снова завести, одеть. Напомню, про вес опять, да? Только потом работать. Короче, очень заморочено. Почему Штиль не мог сделать, не знаю, кнопку зажигания на этой же самой ручке? Это уже удобно. Штиль, подумайте над этим. В заключение хочу сказать, что такой аппарат идеально подойдет для профессионалов, которые работают с большими объемами. Но если у вас небольшой участок и, возможно, вам скучно, вы, конечно, можете его купить, но только зачем. На этом у меня все. Не забывайте писать комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это большие пальцы вверх. Если вам не нравится, ничего лучше не ставьте. А с вами был Дмитрий. До новых встреч и пока.